Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей, и мне особенно приятно представить сегодняшнего гостя. В столице только и успевают расстилать красные дорожки. То неделя моды, то частная презентация, то светская вечеринка, где дамы блистают исключительно в нарядах от кутюр. Палитра и фантазия дизайнеров пляшет, как график в тетрадках по алгебре. Но немногие современные модельеры знают, что в начале лета портные отмечают свой любимый профессиональный праздник, который называется «Игольный ушко». Сегодня в студии особый гость – молодой перспективный дизайнер эксклюзивных вечерних платьев от кутюр Егис Шараян. Его модели, одетые в самые дорогие ткани мира, парят по подиуму, заставляя мужчин оглядываться им вслед. Что нового произошло у вас за эти полгода, пока мы не виделись? Самое яркое и запоминающее – это то, что в последний раз работал с журналом, ставил дело. Мы готовили обложку с Анной Седоковой. Была очень большая работа. Я мечтал об этом, ждал этого, готовился, боялся, переживал. Но вот она вышла 11 мая. Давайте напомним тем, кто, может быть, не знает, с какими еще известными моделями вы работаете. Основной мой профиль – это вечерние платья. И я большую часть свою работу с артистами, с певицами. Готовлю их к каким-то фотосессиям, клипам. Певица Максим в последний раз. Сейчас очень плотно работаю с Юлией Волковой. Было уже три концерта. Сати Казанова. Сати Казанова, Анна Седокова. Как вам, парню из Рязани, прожившему здесь несколько лет, удалось сразу так войти в доверие к таким необычным женщинам? Они все сложные. Они все с характером. Они имеют на это право. Ну и у меня тоже не все сразу получалось. Получалось, я очень долго работал путем долгих, кропотливых работ, небессонных ночей. Пришел к этому, пришел к тому, чем хотел заниматься. И надеюсь, что буду еще заниматься этим. А самые главные события в течение года, которые происходят в жизни дизайнеров-модельеров, это какие? Ну, сейчас, наверное, больше о столице поговорим, коли же вы там живете. Вообще, у всех дизайнеров самое главное мероприятие – это неделя моды. Mercedes-Benz или просто в гостином дворе неделя моды. Но я участвовал в неделе моды в гостином дворе. Туда иду тогда, когда есть что показать. А в связи с тем, что у меня не было времени и было много другой работы, я не успел подготовиться. И в этом сезоне не участвую. Возможно, в следующем сезоне я буду представлен там. Потому что я делаю все к этому и хочу показать себя и то, что я делаю. То, что вы уже показали, где востребовано? Только ли на красных дорожках? Каждой женщине хочется выглядеть необычно, красиво? Нет. Я также работаю совершенно с любым человеком, который ко мне обращается. И это тоже на данный момент востребовано. Очень много работаю сейчас. Вот пошел сезон невест. У меня несколько будет невест. И в основном моя покупательница – это очень уверенная в себе девушка, которая не боится чего-то нового и хочет показать себя. Она может обратиться ко мне, и я ей помогу в этом. Вы пока еще не испорчены столицей. Вы пока еще лишены таких огромных амбиций, бесполезных, которые есть там. Нет. Ко мне очень легко обратиться. Можно через мой сайт, либо через соцсети, либо придя в торговый центр, где продается моя одежда, в торговом центре европейский в Москве. И можно спросить мой контакт и обратиться ко мне. И если есть такая нужда и желание, можно лично там встретиться, обсудить. Что сейчас в моде? Что нужно приобрести? Дайте какой-нибудь совет нашим девушкам. Моя новая коллекция практически вся состоит из легких летящих тканей. Что я раньше, в принципе, особо не делал. Это шифон. И вся новая коллекция моя сейчас готовится, она из шифона. И, в принципе, сейчас мода диктует... Легкость, воздушность. Легкость, воздушность и удобство. Но я рекомендую не забывать о своих плюсах в фигуре, о своих достоинствах и подчеркивать их как следует. А именно это талия или можно длиной юбки подчеркнуть, несмотря на то, что ноги будут прикрыты, подчеркнуть их длину и, естественно, декольте. Вот есть магия у определенных вещей. Это маленькое черное платье, это шпилька, которая, как ни крути, всегда в моде. Что не так с леопардовыми лосинами? Почему любая женщина, особенно если она пышная, старается купить этот предмет? В чем магия? Объясните. Вообще я очень хорошо отношусь к леопарду. Не знаю, по поводу как лосины или штанов. Тогда сразу совет, как правильно скомпоновать эту вещь на себе, чтобы она все-таки была элегантной, а не так, как она обычно выглядит. Ну, все зависит от текстуры и самой ткани, из чего сделан этот принт леопардовый. Если это какой-нибудь там шелк или летящее платье, или просто даже атлас, но очень там четкий такой леопард, это смотрится всегда красиво. Лучше сочетать это в маленьком количестве, к примеру, с черным, или с черным кружевом, или с черным. И оно, опять же, нужно выбирать, куда этот леопард носить. То есть ты его не оденешь днем, ты его не оденешь там на работу. Но есть ли соответствующие мероприятия, там какой-нибудь праздник или день рождения, или просто какой-то выход в свет, то можно одеть леопард и смотреться не смешно, а очень стильно и красиво в нем. Как вы думаете, это правда, что не бывает некрасивых женщин, а бывают женщины, которые не умеют быть красивыми? Бывают женщины, которые не любят себя и не делают себя красивыми, и забивают себя какими-то комплексами. А некрасивых людей все-таки нет, не только женщины, и мужчины, и все люди красивые, но по-своему, в каждом есть какая-то своя изюминка, какая-то своя черта. Вы рассказывали, что шили платье практически не глядя на модель, то есть потом только примерили. Может быть, еще какие-то ситуации были, о которых интересно вспомнить сейчас? Я работал с певицей Максим, и тоже у нас была съемка, и меня предупреждали, что она маленького размера, но она оказалась очень маленького размера, она стремительно худеет, к чему-то там стремится, и для меня это было неожиданно, но очень хрупкая, очень маленькая, прям дымовочка. И что вы придумали? В двух вариантах, в которых мы с ней работали, это был пояс, который ловко затянул и подчеркнул ее талию. И поэтому у многих людей пояс может спасти ситуацию. Что еще может спасти ситуацию? Расскажите, дайте какие-нибудь короткие, емкие советы, ну вот сейчас. Смелость, наверное. Нужно не бояться пробовать что-то новое для себя хотя бы. Какой-нибудь там, если люди очень критически относятся и говорят, я знаю точно, что мне не идет красный цвет, или что мне идет только черное, я считаю, что людям можно не бояться и пробовать что-то новое хотя бы в цветах, формах, делать что-то непривычное для себя, и они посмотрят, как увидят, и что все изменится, и им понравится даже экспериментировать, пробовать какие-то новые модели, новые формы, новые фасоны. Учитывая, что еще несколько лет назад вы совершенно другими делами занимались, ничего не шили, может быть, конечно, что-то у вас в голове, какие-то фантазии были, но вы их не воплощали. Ваш собственный пример говорит о том, что все возможно. Конечно, все возможно, главное не бояться и пробовать, и делать, потому что лучше учиться на каких-то ошибках и становиться лучше, чтобы в следующий раз не наступать на эти грабли. Вы уже присмотрели себе дорожки без граблей, в какую сторону сейчас направляетесь, чтобы результат был, чтобы вам самому понравился? Не будет, но планы глобальные, огромные, желаний много, и пока сил хватает, и хочется что-то делать, что-то изменять. Я знаю, что нас в любом случае будет смотреть ваша замечательная мама, которая помогает вам выполнять какие-то небольшие аксессуары. Давайте передадим ей привет. Мама, я тебя очень сильно люблю, передаю тебе привет. Привет. Спасибо, что ты у меня есть, и спасибо тебе за то, что я есть такой у тебя. А вам спасибо за эту встречу, Егиш. Я очень благодарна, что вы приехали именно в нашу студию, рассказали о своих планах. Спасибо вам, спасибо всему телеканалу, мне очень приятно. Спасибо. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами, и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами, и до новых встреч в эфире.